Дорогие братья, дорогие сестры, дорогая церковь, приветствую вас в это утро. Господь продляет милость свою и может быть в Доме Господнем. Сегодня я хотелось предложить одну тему для нашего общего рассуждения и для молитвы. Для этого прочитаем из послания Иакова, 1 глава, 13-14 стихи. В Библии откроем послание Иакова, 1 глава, 13-14 стихи. Иаков пишет такие слова. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Если кто помнит, в прошлое воскресенье наш брат Григорий Владимирович говорил на эту тему. О том, когда Христос, в начале своего служения, Он пришел на Иордан, крестившийся от Иоанна Крестителя. И сразу же Он был духом веден в пустыню, там, где Он был 40 дней, был в посте, искушаемый сатаною. Знаете, каждый раз читая это членописание об Иисусе, я никогда не задумывался. А вот после той проповеди, как-то я особо подумал об этом, особо углубился. Знаете, Христос, я читал это не раз, что Христос был 40 дней в пустыне, постился. И не просто Он был в постился, а Он был искушаем сатаною. 40 дней. Это был ни один день, ни два. И ни одно искушение было, ни два. А 40 дней сатана Его искушал. Евангелисты написывают от трех таких, может быть, каких-то особых таких искушений, которые Христос перенес. Знаете, кто из нас 40 дней ничего не ел? Я думаю, ни одного такого человека не найдется. Может быть, есть единицы людей, которые в течение 40 дней не принимали никакой пищи. А Христос был в пустыне. И 40 дней Он ничего не ел. И написано, под конец, напоследок Он залкал. Знаете, если мы не поедим день, два, мы испытываем ужасный голод. А Христос 40 дней. И сатана знал, что предложить Христу. Потому что знал, до какой степени он был голодный. Его организм истощился. И сатана видел, что Христос голоден и прилагал ему, вот хлебы. То есть, вот камни. Сделай хлебами и поешь. Знаете, человек, когда голодный, он способен на многое. Тогда люди, они едят уже порой такое, то, что никогда бы в жизни не ели при других условиях. Помним о двух братьях, Иаков и Исааф. И помним, когда Исааф, он пошел в поле на охоту и вернулся домой, он пришел пустой. Ничего у него не было, ничто он не смог поймать, ничто не мог подстрелить. И он был очень голоден. И он просил у брата своего, дай мне поесть. Как раз Иаков приготовил обед или ужин, что-то было. И он просил его, потому что он был до такой степени голоден. И он даже пошел на то, что отдал свое первородство. Для того, чтобы человек мог напитать свое тело. Сатана прекрасно знал, что Христос был голоден. И этому предлагал это. Знаете, по-человечески это было бы, ну, я думаю, нормально, чтобы поесть. Но Христос ему ответил, не хлебом единым будет жить человек. Далее, когда Сатана взвел его на высокую гору и показал ему эту окружность. Это прекрасный мир, это богатство. И Сатана ему предлагал что? Предлагал материальное, предлагал это богатство этого окружающего мира. И он говорит, поклонись, и это все будет твое. Все это будет принадлежать тебе. Мы знаем, Христос этого не сделал. Далее он его ведет на крыло храма. Интересно, его привел именно в это место, именно на крыло храма. Я, знаете, задумался, думаю, ну почему? Почему именно Сатана искушал в этом, что сбросься с храма, и ангелы тебя понесут. Знаете, я пришел к тому выводу, что он хотел, чтобы Христос прославился. Тогда слава – это то, что многие люди искушаемы в этом мире, чтобы получить славу. Тогда бы окружающие люди, которые собрались вокруг храма, кто там были? Там были первосвященники, там были книжники, те люди, которые не любили Христа, которые считали его за врага, считали его за обманщика. И он бы в их глазах спустился бы. Сатана говорит, ты и ногою об камень не споткнешься, ангелы тебя так понесут. Тогда бы Христос прославился, тогда окружающие люди бы увидели, что это не человек. Потому что если бы обыкновенный человек спрыгнул бы с храма, он бы разбился, погиб бы человек тот. Это был необыкновенный человек, и они понимали, что это Христос. Тогда бы его прославили, тогда бы его имя прославилось. Но Христос говорит, не скушай Господа, Бога твоего. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сколько в жизни нашей происходит искушений. Когда сатана, он подходит и пытается предложить нам что-то. В Священном Писании, когда мы открываем и находим достаточно примеров, когда люди, они были искушаемы, и когда, увы, понесли поражение. Помним наши первые прародители, Адам и Ева, когда они были в этом прекрасном саду, когда у них было столько прекрасных плодов, которые они могли принимать в пищу. Но было одно дерево, один плод, который нельзя было трогать. И сатана, именно на этот плод указывая, именно в этом сатана их искушал. И они не устояли последствия этого, которое мы с вами несем. Далее мы помним слугу или ученика Елисея от Геезия. Помню, когда Нейман пришел, когда он очистился, по слову Елисея, который говорит, «И ты дел, кунись в Иордании, очистился». Он очистился. И помню, какие подарки он предлагал за свое выздоровление, за свое очищение своей плоти. И Геезия, видя эти все подарки, видя эту перемену одежды, эти деньги, это золото, и как Елисей так мог отказаться? Знаете, я думаю, у него это было тяжелое искушение. Он, видя это, какое богатство уходит с этим человеком. Он у вас складывает обратно мешок, Нейман, сундук, в чемодан свой и уезжает. Как было тяжело Геезии это перенести, это искушение. И мы видим, у него созревает такой план, догоняет его и обманным путем берет это себе. Геезия. Геезия не перенес эти искушения. Вспомним Ананию и Сафиру, которые продали свою землю, свое имущество, и, придя к ногам апостолов, принесли, вот, деньги. Но почему-то они какую-то часть утаили. У них тоже было это искушение, они тоже могли принести всю сумму, но Сатана их искушал, чтобы они не все деньги оставили. Зачем вам все деньги нести? Ну, вы какую-то часть принесите, а какую-то себе оставьте. На свои расходы, может, что-то купите. И мы знаем их летальный исход. Когда Петр говорит, что вы солгали Духу Святому. В Библии находим достаточно примеров тех, когда люди могли устоять искушение, и они приняли победу. Извините, так же хотелось бы еще привести один пример. Это Давида, царь Давид. Помни, когда он в Слово Писания рассказывает нам эту историю, когда в конце дня Давид, он вышел на кровлю дома своего в вечернее время, и что он увидел? Увидел Версавию, которая принимала душ. И он увидел ее раздетую. И вот это искушение, которое было у Давида, он тоже не смог его победить. Он потребовал, чтобы ее к нему привели. Вы знаете всю эту историю. Давид тоже в этом искушении он имел поражение. Как в жизни людей, особенно молодых людей, происходят эти искушения. Когда человек увидит что-то. Помним Иосифа, сына Иакова. Когда жена Патифара, она подходила к нему, когда она искушала его, я думаю, это нелегкое было искушение для него. Но мы читаем, что он убежал. Он понимал, он знал, что этого нельзя делать. Хотя в его возрасте он был молодой, юноша в расцвете сил. Эти искушения были нелегкие для него. Но он победил. Он убежал от нее. Потому что знал, что это грех, это зло пред Господом. Даниил и друзья его, Анания, Мессаил и Азария, когда попали в плен к Науходоносору, и они положили в сердце своем, чтобы вот эти, вот эту еду, вот это все явство, то, что предлагал царь, для его друзей, для других, которые тоже были в плену, они решили для себя не принимать этой пищи. Я думаю, для них тоже было это нелегко. Дорогие друзья, когда мы соберемся все вместе, когда пойдем на свадьбу или на день рождения, когда все принимают эту пищу, едят все, что есть на столе, а мы только воду пьем, едим яблоко и капусту. Нам тоже хочется поесть другое, поесть хлеба, поесть мясо. Но им это тоже было тяжело. Для них это тоже, может быть, было искушение. Но они положили в сердце своим этого не делать. И Господь благословил их. Иаков пишет такие слова в этой же главе, ранее во втором и третьем стихе. Он пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот это да, Иаков, как ты так пишешь? Как мы можем с радостью принимать те искушения или впадать в эти искушения? Но Он говорит, зная, что испытание веры вашей, это третий стих, производит что? Производит терпение. Знаете, я досмотрел одну передачу, называется она по-английски «Forge and fire», как закаленный в огне. Знаете, когда на передачу приглашали троих кузнецов, и вот у них было задание, давали им отрезок, ну, какой-нибудь кусок железа, и вот с этого куска железа они должны были сделать оружие. Им давали одинаковое время, одинаковое задание, одинаковый материал. И вот они вырезали из него, давали форму меча, ковали, опускали в огонь, когда железо закалялось, били молотком, окунали в какие-то другие или масло, или какие-то растворы. И вот с этого они делали вот это оружие. Потом они должны были делать рукоятку, потом они должны были заточить это оружие, и в конце выходило какое-то оружие, меч или сабля. И для того, чтобы сделать это оружие, оно проходило много испытаний. Огонь, бьение молотка, воду. И в конце было испытание этого оружия. Проверяли на гибкость его, чтобы оно сгиналось, не ломалось. Проверяли на остроту, чтобы оно острое было, чтобы оно могло поразить врага. Проверяли на то, чтобы это оружие, оно было крепкое, чтобы оно не гнулось, чтобы оно не ломалось, не давало ни трещину. И бывали те, которые, то оружие, которое ломалось, при каком-то ударе, может быть, а какой-то более жесткий предмет, оно ломалось, не выдерживало этого, или гнулось, или тупилась. Вот проходя это испытание, и то оружие, которое было хорошее, это было, этот человек побеждал. И Иаков говорит, что вера ваша, вера ваша, чтобы она испытывалась, чтобы она была крепкая, чтобы она закалялась. Через это мы, дорогие братья и сестры, проходим искушение. Для того, чтобы наш дух, для того, чтобы наша вера, она была закаленная. Для этого мы проходим испытания, для этого мы проходим искушение. Знаете, я знаю одну семью, в которой в детстве они до такой степени их родители боялись холода, что когда зимой они входную дверь завешивали большим одеялом, чтобы нигде холод не проходил, нигде не проникал. И знаете, этот человек, когда он не был закаленный, когда они в тепле постоянно, чтобы было тепло постоянно дома, чтобы не было никакого сквозняка, не было прохладного воздуха, выходя на улицу, они очень легко заболевали. Знаете, когда мы с вами проходим эти испытания, эти искушения, наша вера, она закаляется, наша вера, она крепнет. Если мы читаем евреям 2 глава 18 стих, там интересные слова записаны о нашем Христе, о том, который прошел эти испытания, эти искушения, и написано, ибо как сам Он, то есть Христос, откроем еврея 2 глава 18 стих, если братья нам высветят, ибо как сам Он прошел, быв искушаем, то может искушаем им помочь. Знаете, я думаю, никто из нас не сможет сам пройти эти испытания, эти искушения, которые мы в жизни переносим. Но тот, который прошел это все, тот, который перенес эти искушения, Он нам может помочь. Это прекрасное утешение для каждого из нас. Знаете, то богатство, которое предлагает этот мир, сатана предлагает окружающие, сколько людей, которые не смогли устоять в этом. Иуда, ученик Христа, как он любил деньги, как он, слово Писания, Писание о нем говорит, что он был вор, он любил эти деньги. И у него при нем был сундук, который он носил, когда они собирали деньги. У него это было, и он любил эти деньги. И это его и погубило, то, что он за 30 серебряков продал своего учителя. Сколько людей, которые в свою жизнь отдали себя в славу, чтобы иметь имя, чтобы они прославились. В этом сатана искушает. У каждого свои слабости, через которые сатана может подходить, искушать. Но у нас есть тот, который может нам помочь. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, у нас есть прекрасная возможность склонить перед Господом, прославить Его, возблагодарить Его за то, что Он прошел эти испытания, Он прошел эти искушения, и Он может нам помочь. Я думаю, каждый день у нас есть какие-то искушения, может быть, не такие какие-то большие, но все равно. Я думаю, так же, детки, у вас бывает, когда папа с мамой вам поручат какое-то задание, скажут, сын или дочь, помой посуду или попылесось дом, а нам-то хочется посмотреть мультфильм какой-то или что-то другое, или побежать на улицу, потому что на улице друзья зовут. Знаете, это тоже искушение. И Христос нам может помочь, потому что Он прошел через это. Слонимся перед Господом и попросим Его, чтобы Он дал нам силы, помог нам переносить эти искушения, чтобы нам их, преодолев, прославить имя Его. Склонимся и прославим имя Господа нашего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok